игру предоставила компания gaga games всем привет с вами эль капитан и сегодня мы играем в море облаков убирай коробку канал по на столе здравствуйте ребята вы готовы к плаванию мы готовы мы будем сегодня играть в игру море облаков на троих все очень просто все очень забавно и весело с чего начинается игра мы каждая из вас капитаны я буду за такого французского очень утонченного чувака под названием дюк де плэсси кто кем леди дамбл и замечательный эль капитан до начинаем мы с тремя дублонами эти монетки которые будут приносить нам в конце победные очки и в принципе мы будем разбирать различных добычу это вот такие вот карточки но об этом чуть потом кто первый игрок у нас видимо это я я последний пил ром в этой комнате у меня есть шляп первого хода данной игре не передается этот трекер он просто так и остается шляпка будет у него всегда но зато мы сможем отслеживать еще него будет попугай об этом чуть потом с чего начинается игра давайте буквально вкратце начнем играть у нас есть три типа добычи даже не три типа три места добычи откуда мы будем что-либо добирать и начиная с единицы по трешку нужно будет ее как-то выбирать например берется с первого смотрится нравится или не нравится и в зависимости от этого продолжается действие давай начни и будем дальше разговаривать да я буду тебе тыкать чтобы ты свое лицо не показывал на камеру эль капитан сейчас думает нужна ли ему эта карта или нет не нравится значит эта карта возвращается сюда и после этого мы должны верхнюю из колода добычи положить сюда сюда и сюда дальше ты имеешь право посмотреть вот эту карточку немножко ровно тоже пас то же самое действие не понравилось и в итоге сверх колода максимум здесь может быть по три карты ну вот это и пожалуйста ты пожалуй оставишь и на ее место выкладывается вновь карточка почему-то положил ее вниз лицо все очень просто потому что на разных картах есть разные обозначения и в частности на них на некоторых из них есть красная памятка с вопроса поэтому я имею право не показывать ее вам то есть соперникам да она именно такая скрытая теперь мой ход и после этого я беру уже все карты которые здесь лежат и имею право брать их все или нет так очень даже ничего но я тоже не хочу на этом остановиться поэтому третья карта идет вновь сюда вторая стопка какая-то жесть но в принципе я думаю я это возьму я это возьму ром идет сюда а вот смотрите у нас есть на каждом планшете игрока четыре зоны верху будут располагаться пираты справа релики слева предметы и внизу вот как раз то что ты сказал это тайные какие-то послания какие-то и еще есть про нижние закрытую все остальное в открытую вот я выложу сюда мне здесь написано и получите 5 победных очков если у вас больше всего будет религия это тайное послание какой же дурачок не делайте так больше но зато все будут знать что у меня вот так да ты берешь не нравится здесь теперь три карты это максимум и теперь что просто будет клацаться что пиастры мы пусть бы я за 5 кстати это очень хорошего пишите в комментариях как вам больше нравится дублон или пиастро моего вот этот берешь этот и туда на то место идет сюда целый круг у нас прошел до первого игрока и кораблик у нас идет дальше по острову игра закончится когда мы доплывем до последнего облака острова да все то же самое тебе это давать ну там новая какая-то картишка еще монетка и туда еще одну монету это я знаю да я думаю это может полежать вас ничему не учит тактика играть через реликвии ну это принципе вариант нет как здесь происходит мы кладем по правилам карту и рандомная сверху попадает тебе но рубашку можно смотреть то есть чтобы понять нужно ли это брать или не нужно и ты выкладываешь кого себе пирата но об этом чуть чуть позже когда мы дойдем до острова где будет абордаж а я начинаю смотреть ничего себе а я в принципе возьму еще монет на этом 40 будет четко странно все делать я помню что это закрытую некоторые кладут да все кладется закрытую здесь несмотря на то что это вот такие сундуки которые здесь должны быть в открытую с этим значком они кладутся сюда я возьму вот эти реликвии что-то секретное до чего играются религии религии чего играть ну расскажи что нужно сделать побольше таких же копий набрать иначе будут минус победные очки беда давайте уже и пролетаем остров следующий потому что вновь первый игрок да с попугаем попугай дает равенство в бою есть у тебя одинаковая с противником циферка то ты побежал не равенство преимущество преимущество это ты не берешь опять набирается куча карт это мы умеем замешивать напоминаю что если ты это не возьмешь полу вот сюда пойдет вот такая карточка ты возьмешь про я бы это оставил хорошо тоже реликвии рон это сюда так вот такие карточки интересны а ты же будешь женщины что-то ого-го вкуснятина я обычно играю через реликвия в принципе это окупация так и мне вышел сундук я должен на него получить четыре монеты вот сюда кладется и с ним потом будет взаимодействие при битвах да 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 что мне вы тут оставили да бери да я возьму не жадничай и вновь целый остров у нас уже все скоро будет война дай пират да ну а держу клади молодец у вас женский состав нынче да сестры ботсмана я возьму я возьму дочери ботсмана дочери ботсмана дочери ботсмана да сегодня моей команде вот эль капитана потрясающе возможно это они его потому что это сестры близняшки дополняешь что ты его хотя он довольно бедный капитан поэтому вряд ли это его наложницы у пиратов не было бы у эль капитана были судя по моей колоде а у меня старпом оба кто вышел у меня ты получается тоже себе взял пирата и смотрите у нас остров с значком абордажа и опять же целый круг все проходит то же самое но потом будет до действия не спутайте до коем случае пожалуйста берите вы ням ням ой замечательно сюда вот так и ты получаешь реликвия все равно получаешь так мой ход нет вот так и посмотрим что здесь вкусного пришло хочешь пирата да нет здесь не очень она нет иногда даже выгодно себе не набирать пиратов монетку сюда монетку сюда потому что 3 ну какой же отстой поэтому вот так вот и карта пират все равно приходит ко мне и это неплохо в принципе отлично и теперь начиная с первого а-а-а-а наглость наглость здесь непринятие и знаешь даже если это твой канал это ничего не значит нет мой канал мои правила могу удалять комментарии игроков могу нет смешно смешно не нравится мне это я всегда выигрываю здесь раскрыта тайна и куплено все здесь куплю все куплено а а мне нравится это сюда я беру кстати да это сюда это сюда и уж извините я точно буду выиграть по цифркам как раз время пришло абордажа начиная с первого игрока это мы начинаем смотреть каждый игрок сравнивать себя с со своими соседями так получилось так как на старые игрока мы каждый сравним друг с другом то есть если при четырех игроках получается кто-нибудь с каким-нибудь одним человеком не будет да но при трех именно так и происходит что делается мы смотрим на каждого своих пиратов и складываем их силу например у вас кука 46 и у меня два ты сравниваешь сначала с у нас смогу да и со мной ты побеждаешь только меня и поэтому активируются те действия только со мной например получите две монеты за одного ботсмана ты получаешь две монеты и плюс еще две монеты за второго ботсмана и это только за меня если бы ты выиграл леди ты получил бы вместо четырех монет 8 это для вас чтобы вы понимали берите деньги да ты получаешь восемь монет потом рассматривается момент со мной даже как 8 8 но он бы получил бы но так он получать 4 если бы он бы тебя бы тоже выиграл выиграл он меня потом я смотрю ничего ничего я всем проиграл и самый главный персонаж у нас теперь я получи одну монету за левого за правом лично для меня мы берем две монетки и теперь вот этот стюарт азиатской внешности говорит мне что я могу получить четыре монеты но только единожды ну в принципе да неважно если ты кого-нибудь одного победил бы это все равно сработало он похож на мальчика из мультика вверх только он вырос и больше без шариков он же не был азиатом как-то азиатом пересмотрите этот мультик после этого когда ну ладно но у него ботовка пиратов пусть поиска если после каждого абордажа у нас наши пираты сбрасываются они сбросились да и все новый остров и новые действия начинаем ты будешь это смотреть вкуснятина или оставишь да я посмотрел на самом деле монета пускай здесь лежит держи а я вас ты ну еще и монету да я пока посмотреть не ну может у него какое-то действие интересное есть нет ничего ты просто побед на очки до зарабатываешь он просто поем тактику ой 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 да надо брать надо брать это было странно я тоже возьму как так то целый остров пролетели уже берется у тебя там какое-то действие когда ты что-то выигрываешь да а я не значит я посмотрел и думаю ай ладно да надо брать как-то у нас правильно сколько да как-то замешали хорошо я проплыли я признаться честно я признаться честно вот эту карту читал как печень сирены и все все время сейчас видишь ты песни сирены и странно выглядит печень нет это оказалось песни сначала думал авторка это странно видит печень обычно она в море сразу же да очень актуальная столка да я тоже возьму это мне пожалуйста подальше от вас он замечательный парень который держите и остров опять не пролетели что-то абордаж скоро закончилась до череда успешных большая-большая стопочка тут есть самое место монетку и ты получаешь рандом чистый ой не сразу сюда о какая вкуснятина вышла да и мы ход да возьму вау я беру этот лорд хокинс знаменитый лорд хокинс ваш любимый но сегодня у меня сейчас а еще хочу вам сказать что метод обезьянки нарисовано написано милостыня и говорится о том что вы немедленно мне даете по одной монетке как-то куда это мне моё вот это идет сброс тут где нарисовано ведро это как мусора это то есть прям сейчас разыграться и сбрасывается так прилетаем на новый остров и он будет у нас самым таким агрессивным почему это ты вообще без пиратов сидишь пацифист у него кстати ногти крашены а кстати да и персты да вкусно вам не нравится очень полезная карта на самом деле но не в этот раз я зажрал все просто что же вот это можно куда это вы так намылились круто я так и сделаю или нет нет не сделаем что-то я про фу-фукал кое-что пирата не зачем а мне не надо это еще хуже просто отврал какая-то монет положите пожалуйста я получается просто пират опять мы собрали плохую стопочку да да она сейчас не идет бой нет еще нет сейчас еще леди и начинается боль сюда и немедленное действие добавь по одной карте в каждую стопку добычи я думаю мы обходим в любом случае правила да да так нет сначала я думаю туда сюда монеты были отсюда и вот так вот посмотрим на следующий клон нашу жадность ну что погнали рассказывай кого чего ты дерешься ну собственно говоря у меня я так понимаю в эту команду набирает по гендерному потому что уже вторая битва да будет только женщина и капитан сидит сзади радуется полностью обложивший деньгами спонсирует войны я однозначно проигрываю леди но выигрываю благодаря вот этому замечательному попугай попугу я выигрываю да у холеного француза поэтому и что получаешь единожды 3 пиастры дальше так и еще есть вот такой манификатор или как-то называть я получаю я забираешь у меня сундук этот сундук он постоянно кочует к победителям и ты имеешь право сейчас него один дублон забрать или пиастры естественно я заберу опять в конце игры у кого будет этот сундук тот его и забирает себе надо долго он тут не задержится поэтому дайте а у меня вопрос когда же вы получили вот эту карту в прошлом году в прошлом году ну то есть вот вот в этом году да ага все хорошо теперь мой ход и я понимаю что я никого не могу одолеть следовательно мой пират не активирует свое действие естественно я всех одолела это по-другому не могло быть потому что это и мой канал тоже так вот тут написано получите по одной монете 1 2 да это из банка берется да а я лучше сдачи да вот так вот то вот опять берешь 5 да спасибо что вы считаете мои деньги теперь хокинс говорит получите три монеты единожды я как бы не буду говорить за кого получаю и тоже единожды возьмите одну карту из любой стопки добычи одну карт блин это чего лазить надо ну да ты можешь на я думаю ты не можешь смотреть ты можешь это непонятно ну тут же не написано случайно поэтому ты можешь выбрать я думаю это что бы лазить давай вообще по идее не можно хоть где лазить нет в любой стопке жадность или нежадность жадность или нежадность не жадность я беру карту эту сюда это сюда отлично полетели дальше первый игрок до пиратов сбрасывают точно они выполнили свою миссию еще до победитель забирает и ты можешь с одну монетку точно спасибо держи первый игрок ребята я беру вот эту карту это пушка это как бы плюс одна сила на будущее далекая кстати да это вам корабль перелетает дальше в этой игре вот этот нюанс все время забывается по крайней мере мной хотя по-моему в этой игре еще ни разу не забыл упомянуть что надо корабль передвинуть рандомчик не хотите вы хотите сделать мы хотим удовлетворить на реликвию реликвию вкусно да очень минус победные очки на данный момент это просто тактика твоя дело в том что я обманул сам себя и никаких минус победных очков у меня нет блин точно да или я обманул вас он такой это не я это он многоходовочка что вы хотели от пиратов как говорит молодежь у меня клад написано сбрось и получи 3 вот я его беру это были до половины это были самые легкие деньги в моей жизни возьмите перемещаем осталось получается 3 включая этот икона не нравится ладно извольте ухтож блин а смотри че делает я просто делал какой-то тонный голос мне кажется кто-то напишет что пират не переживай 10 пират аутентичный отыгрываем да или нет или жадность давайте проверим жадность ну нет не жадность принципе да ладно давай пиратские угодья о-о-о что же вы оставили вы смотрите опа нет еще и ворюга заодно и замечательная вот такая а сколько их у тебя уже четыре штучки да но ничего играть еще можно и вот здесь не видел вот это вот все нормально там молодой человек играет через древние сокровища а могу ли я посмотреть что дальше у нас по рубашке вот это вот замечательно замечательно . смотрим что там еще исключительные карты это не ваш да явно там должен быть по-другому рискнять нет что-то я чувствую нас выигрывают мощно реликвии это конечно вообще вещь да я взяли мне нравится мистер кок который мне говорит забей попугая нет это не сейчас активируется такие сейчас и ты вжечь извините не наш попугая отчего полетели последний кончик пожалуй я использую сейчас да да и прямо сейчас я использую заберите у соперника одну из карт лежащих лицом вверх в качестве капитана получает три монеты три пиастры в одной монете да и что что вы у меня забираете вот реликвию пожалуйста одну я бы у вас какую вот такую он ту пожалуй вот верно верно зачем старому капитану какой-то зуб ты знаешь сколько у него будет победных это вообще так это я смотрю да что ж такое то а куда никуда в бездну ох какой хороший чувак засиделся здесь ладно возьмем нет эффекта твой ход 6 у вас да ты умеешь победить все равно нет конечно я беру это вот так и у нас случается заключительный абордаж начиная с первого игрока никаких нету пиратов теперь мой ход я побеждаю получается только тебя тебя почему я не побеждаю потому что несмотря на то что у тебя 6 у тебя плюс 1 это 7 и в итоге я проиграл нам за него я получаю две монеты дайте пожалуйста и за квартир мистера я краду у тебя одну монетку отлично и теперь последний игрок так что у меня это написано единожды надо получить 4 монеты я получать 4 монеты этот не ворюга стервятник пид говорит мне короче обвиняют на свою открытую карту сундучка лежащий лицом кверху на одного карту лежащий кверху соперника да да он обезьяну себе рыня мне сундук с деньгами ага с деньгами кстати есть эти еще с пушку дам это уже как бы поздно да ну да ты уже накопил чуть-чуть это брать то вот это хочу на и обезьяну себе отлично у нас закончилась еще раз беру да за коком а до кого хотел да у нас закончилась игра мы берем волшебный вам не покажем на данный момент подсчет очков а покажем и рассчитаем как и чего и в конце вам скажем кто победил давайте просто скажем момент почему будут проходить победные очки очки будут у нас проходить по монеткам у кого больше по рому сколько победных очков за реликвии за тайные различные чё там я даже забыл как называться в общем за тайные вот эти показания и за сундуки если есть и итоговое количество победных очков 57 очков получил эль капитан я получил 58 а чё ты не называешься ну дюк ну тот кто красит ногти молодой человек и леди дам было 57 и кто победил этот француз победил я мы вообще потому что все куплено потому что вы видели что всю игру я проигрывал на пиратах очень много вложился в ром который приносил мне минус победные очки и ноль победных очков и еще мне отняли мои реликвии но я все равно победил а вот в цифрах цифр как больше всего победил по тайным очень много получил 20 победных 22 победных очка получил на тайных и еще на реликвии все равно 15 получил круто кошмар давайте подведем итоги начнем пожалуй с новичка жизни старпера эль капитан рассказывай свое мнение как тебе играть чего понравилось что не понравилось чат мне на самом деле очень понравилось что мы набрали все примерно одинаковое количество очков и и шли прям ноздря в нас дрюк крюк в крюк вот мне очень понравилось что мы все использовали разные тактики и тем не менее набрали практически одинаковое количество очков и честно говоря когда были последние цифры подсчета я немножко затоил дыхание чтобы потом его испустить разочаровывающим вздохе мне очень понравилось визуальное оформление мне даже захотелось пересмотреть пиратов карибского моря но это не ритмамы из первой партии да ну почему если хорошие новеют такие но только первую часть она хорошая вот такое мнение давай на втором месте или второе разделяющиеся добавить к тому что сказал как раз мой оппонент можно сказать что как раз тут есть большая реиграбельность потому что мы уже несколько раз играли и реиграбельность есть также мы играли пробовали на двоих на двоих немного скучнее скажем так то есть вот от троих начинаю уже прямо прям живенько живенько так идет серьезно и не последнюю роль играет все таки попугай в этой партии потому что если бы мы показали подсчет очков можно было бы увидеть что благодаря равенству с попугаем мой соперник не смог еще больше очков набрать и но это очень хорошо то есть например попугай эта тема вот мне понравилась да в принципе игра неплохая для семейного вечера мне кажется эта игра для семейного такого круга хотя мне можно поссориться но не так сильно не очень понял смысл вот этих вот карт которые слева не очень понял они конечно приносят какие-то плюшки но не настолько крутые особенно вот это обезьяна на меня просто раздражает когда видишь какой-либо из этих стопок это просто отрава нет эффекта да нет эффекта нет эффекта а так ну в принципе в принципе ничего на три с половиной из пяти я бы это будет группа советовала на вечер ну нет слабо дал ты слабо дал твоя какая оценка будет из пяти да на самом деле да я согласен крепкий ну чуть выше чуть-чуть буквально выше чем средний уровень то есть это было весело это было забавно но это хороший середняк хороший середняк вот не отличная игра это это хорошая это хорошая на четверку вы забыли по школьным на 4 хорошо это 3 с плюсом это как 4 с минусом да с какой стороны посмотреть а также думаю момент что при игре четвером появляется долгое время ожидания вот при игре втроем это чуть чуть больше возникло но не так критично каждый берет быстро думает при игре четвером мне кажется это другая ситуация была но когда играют 4 игрока меняется на другую сторону и здесь меньше островов здесь больше островов здесь меньше поэтому игра проходит в принципе одинаково да спасибо что посмотрели наше видео это был канал по настолям не забудьте нажать на колокольчик особенно на корабле там да 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 мы будем вам презвонить когда будет выходить новые видео напишите комментарии как вам понравилось это видео понравилось ли вам вообще бы эта игра и до скорых встреч друзья пока машин а